МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня финальный выпуск наших новостей в уходящем году. И мы традиционно решили подвести итоги года. Но, к сожалению, не обошлось без ЧП. Крупная авария сегодняшнюю ночью произошла в Зональном районе. На трассе столкнулись легковой автомобиль и газель. Пострадало 10 человек. Происшествие произошло почти в час ночи на федеральной трассе. 10 человек получили ушибы легкой и средней степени тяжести. К счастью, до обморожения дело не дошло. В это же время, по счастливой случайности, на трассе ехала бригада экстренной медицинской помощи. Она везла пациента в Барнаул. Врачи первыми обнаружили пострадавших и тут же оказали им помощь. В итоге госпитализировано 6 человек. 5 из них дети, сообщают в Минздраве. Еще четверо на амбулаторном лечении и до приезда родственников. Они пока будут находиться в больнице. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин настаивает на незамедлительном возбуждении уголовного дела. Дорожно-транспортные происшествия с погибшими, коммунальные аварии, в результате которых тысячи людей оставались без тепла, школьные конфликты, которые обсуждали по всей стране, 18-й год многим жителям края, особенно его столицы, запомнится, увы, именно таким. ТОП-5 событий, которыми мы в кавычках прославились на всю Россию, в нашем сюжете. Первое место безоговорочно принадлежит событию, в результате которого три человека, в том числе два маленьких ребенка погибли. А двое мужчин долгое время находились в реанимации. Один пострадавший до сих пор остается в больнице. Вечером, 15 октября, в центре Барнаула на своем БМВ пролетел 33-летний Александр Руденко. Он был не трезв. В итоге погибли люди, а у него не было даже царапин. Горожане собирали подписи, чтобы виновник ДТП получил самое строгое наказание. Жители восприняли трагедию как личное горе. Я бы его расстрелял. И все. Я бы его честно расстрелял. Если бы это мои дети погибли, я бы его убил. Пока Руденко по-прежнему находится под стражей. Второе место в нашем рейтинге принадлежит коммунальным авариям. Несколько дней нынешней зимой оставались без тепла жители Зминогорска. Рвались теплосети в Яровом. В Барнауле за небольшой период с ноября по декабрь произошло сразу несколько порывов на теплосетях. Самый крупный в начале декабря на улице Водопроводная оставил без тепла жителей почти 60 многоэтажек, 200 частных домов, нескольких поликлиник и двух детских садов. Кипяток не оставил жителям ни одного шанса на спокойную жизнь. Многим придется делать ремонт. Сильно пострадала 9-летняя девочка, которая угодила ногой в кипяток. Она до сих пор находится в ожоговом центре. Решается вопрос о проведении ей пластической операции. Третье место в рейтинге. Отдаем аварии, которая случилась неделю назад в краевой столице. 26-летняя девушка, водитель 35-го автобуса, не справилась с управлением. Занесло автобус. Я на тормоз, а его богом и в стол. С народом полная. Конечно, есть полный полон. Травмы различной степени тяжести получили 20 человек. Теперь им полагаются страховые выплаты. Этот вопрос решался на заседании в мэрии Барнаула. Там же принято решение усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Водителя 35-го, ту самую девушку, от работы отстранили. Совсем непочетное четвертое место принадлежит школьным конфликтам. Большой резонанс на всю Россию получили истории с избиением детей в одном из барнаульских лицеев. Какое-то время конфликты между учащимися скрывали. Лишь когда мама одного из пострадавших высказала свое мнение об этом в социальной сети, стало известно сразу о нескольких случаях. Итог. К руководству барнаульского лицея применены меры дисциплинарного воздействия. Избивавшие раскаялись, для школ разработали специальные рекомендации, чтобы впредь избежать конфликтов. Ну и, наконец, пятое место. Резонансной оказалась барнаульская история, которой показали наши новости. И она разошлась по всей стране. С удержанием в автобусе пожилой женщины. Закрыли в автобусе. Я уже к шоферу подошла, говорю, вы мне хоть, я не убегу, вы мне дверь откройте. Я задыхаюсь. А он даже не разговаривает. Материть меня. Бабушка забыла дома пенсионное удостоверение и деньги. В итоге за час нахождения в душном автобусе. У женщины подскочило давление. Из плена вызволить ее удалось лишь дочери. Краевые исследователи по данному факту возбудили уголовное дело. Расследование, как нам сообщили на днях, продолжается. Оно находится в числе особо важных дел. Татьяна Голубева, Наши новости. Владимир Путин назначил Виктора Томенко руководителем аграрной рабочей группы при Госсовете. Губернатор Алтайского края возглавит одну из 16 рабочих групп, созданных по итогам заседания Государственного совета. По распоряжению главы государства созданы группы по направлениям госуправления, здравоохранения, коммуникации, культура, предпринимательство, младежная политика, образование, промышленность, сельское хозяйство, социальная политика, строительство, транспорт, туризм, экология, экономика и энергетика. Помимо Виктора Томенко, рабочие группы возглавили еще двое представителей Сибири. Например, губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет курировать образование, а кемеровчанин Сергей Цивилев – энергетику. Ну и отметим, что все они вновь избраны в 2018 году главы регионов. Политическая жизнь края в этом году как никогда была насыщенной событиями. За последние полгода недавно избранный губернатор Виктор Томенко качественно и количественно изменил структуру правительства. Ну а еще показал пример, как общаться с жителями напрямую. Итоги в политической сфере подведет Анастасия Дороган. В весенней волне отставок губернаторов по всей стране Александр Карлин покинул пост в числе последних. После 13 лет правления зал прощался с экс-главой стоя. Кандидатура рекомендована президентом Виктор Томенко, который сразу заверил общественности в мирном продолжении курса, взятого предыдущей властью. Никаких революций не предполагается. В первое время исполняющий обязанности не раз гулял по Барнаулу в куртке и джинсах, после по объектам промышленности. Громкими начинаниями его стали контракты с инвестициями. Алтайский бролер, Рубцовский молочный завод. Позже перемены коснулись и правительства. Министерство управления стало больше, некоторых руководителей сменили. Мы видим четкую попытку создать команду, эффективную команду, чтобы она работала успешно. И, конечно, нас, оппозицию, это радует. Как Ирину Долгову, о возможной отставке которой впервые заговорили после скандала с перинатальным центром ДАР, на посту министра здравоохранения сменил красноярец Дмитрий Попов. А предложение закрыть 11 домов престарелых в крае стало последним для Михаила Дайбова на посту главы Минтруда и соцзащиты. Также новыми стали руководители Министерства образования, эконом развития, энергетики, управления пищевой промышленности. Только официальная позиция на самом деле имеет значение. Разговоры о том, что кто-то понижен в статусе, кто-то потерял какое-то свое влияние, кто-то подтвердил свой статус, они некорректны. От своих подчиненных губернатор требует ответственности и исполнительности. Поэтому эксперты возлагают надежды на появление в крае нового поколения чиновников. Сам же глава пока не спешит появляться на каждом краевом мероприятии. Подход к жителям он нашел другой. Не так давно появился первый аккаунт губернатора в соцсетях. И есть мнение, что ведет его лично Виктор Томенко. Жалобы и вопросы люди пишут прямо в комментариях. Станут ли от этого проблемы решаться быстрее, пока непонятно. Анастасия Дороган, Наши новости. Алтайская зимовка в Алтайских горах. Туристический сбор, музей геологии под открытым небом и многое другое. Туристическая жизнь уходящего года была насыщена экспериментами. Какими и что из этого получилось, расскажет Илья Кочетков. В Алтайском крае может появиться первый в России геопарк. С такой новости начался туристический 2018. Геологический парк это по сути сеть туристических маршрутов. Так называемый фас Алтая. Место, где равнина переходит в горы, уверены организаторы. О многом может рассказать и привлечь дополнительных туристов. В мае проект геопарка представили журналистам. Предполагается, что будет кластерами расположено в зависимости от геологических изысканий. Один из кластеров это Белокуриха-Белокуриха-2. Второй кластер нам предлагают ученые создать в район Сарасы, потому что очень богатые месторождения. И третий это вот Денисова пещера, водопад Шинок. Все лето на территории будущего парка проводились исследования. Но город-курорт стал также одной из немногих в стране тестовых площадок для эксперимента по введению курортного сбора. С 1 мая отдыхающим пришлось дополнительно оплачивать 30 рублей в день. В итоге выручка, как нам сообщили в Краевом министерстве туризма, на 1 декабря составила более 18 миллионов рублей. Как заверили власти, средства остались в Белокурихе, пошли на благоустройство лесопарковой территории. Со следующего года сбор вырастет до 50 рублей в сутки с человека. Кстати, местные депутаты пытались опротестовать повышение сбора, считая, что это отпугнет туристов. Но безуспешно. В целом, туротрасль в этом году стремилась скорее к поиску новых форм. Так, главная площадка традиционного праздника «Алтайская зимовка» переехала в горы, на Березовую Катунь. Организаторы решили, это поможет развитию зимнего туризма. У нас предприниматели люди осторожные. Они хотят сначала посмотреть, убедиться, а потом уже, что называется, двинуться в потоке. Но мы знаем, что зарабатывает первый, поэтому, надеемся, тот, кто первый поддержал зимовку, он правильно сделал. В итоге, уверяют организаторы, несмотря на удаленность и холодную погоду, праздник посетило больше двух тысяч человек. Они считают цифру достойной и надеются, что это лишь начало. Возможно, развитие зимнего туризма станет в ближайшие годы трендом. В декабре был открыт спортивно-туристский комплекс «Тигун», который в будущем имеет шансы стать алтайским «Шерегешем». Впрочем, для этого, как отмечают эксперты, необходимо создать и полноценную инфраструктуру. Сейчас добраться в «Тигун» проще всего на электричке. Илья Кочетков, наши новости. В спорте, в уходящем 18-м, у алтайских болельщиков все-таки было много поводов для радости. Но могло быть и больше, если бы не целый ряд отрицательных околоспортивных событий. Кирилл Политов составил топ самых ярких историй из мира, где стремятся быть выше, быстрее, сильнее. Разочарование года, безусловно, это закрытие на клюшку Дворца зрелища спорта. Причины банальны. Не соответствуют противопожарной безопасности. Собственник, райсовпроф, пытался отбиться в судах. Не удалось. В результате хоккейного Алтая вместе с детской школой экстренно организовали переезд в современную Карандин-арену. Там теперь красно-синие играют официальные матчи первенства ВХЛ. Судьба самого Дворца зрелища спорта пока остается неясной. Открытие года. Сюда определим гимнасты Сергея Найдина. На юношеских Олимпийских играх молодой и подающий большие надежды собрал приличный урожай медалей. Для 17-летнего паренька это первые старты такого высокого уровня. Не затерялся. Два серебра и две бронзы международного турнира. Итог выступления Сергея в далеком Буэнос-Айресе. Больше чем тренер Сергей Клевцов вновь доказал, что и один в поле воин. В 2018-м заслуженному тренеру страны пришлось взять, возможно, главный барьер всей жизни. Добиться реконструкции единственной базы для тренировок легкоатлетов. Спортивные функционеры сразу обозначили снести. Клевцов с этим вердиктом категорически не согласился. Поддержку нашел в лице губернатора края Виктора Томенко и зама Виталия Снесаря. Финальная серия отремонтировали манеж в самые короткие сроки. Бомба года. Экс-игрок футбольного «Динамо» откровенно рассказал о том, что происходит в клубе. В частности, о пристрастии главного тренера Сергея Шишкина к алкоголю. «Мы едем на выезд, а он, главный тренер «Динамо», Барнаул сидит в автобусе и выпивает на первом сидении». Вдобавок футболист сообщил, что все тот же наставник не занимается как таковыми тренировками. В результате команда оказалась предоставлена самой себе. Спортсмен года. Первым финишную черту пересекает Сергей Шубенков. В этом году барьерист вновь был неудержим. Сразу четыре раза барнаулец пробежал 110 с барьерами меньше, чем за 13 секунд. Дал сбой Сергей лишь однажды, во время чемпионата Европы, из Берлина привез серебро. Это тот случай, когда болельщики меньше, чем на золото, были не согласны. Главное, еще впереди место действия Японии, время 2020, повод – Олимпийские игры. Вне номинации. Здесь плотное место застолбил за собой Александр Ерохи. На тем летом наш земляк помог сборной страны по футболу кардинально изменить мнение о команде во время домашнего для России чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова не только пробились сквозь групповой этап, но и сенсационно прошли до четвертьфинала. В этом успехе есть заслуга и барнаульского паренька по фамилии Ерохин. Кирилл Политов. Наши новости. Телеканал «Наши новости» подвел итоги последнего розыгрыша в уходящем году. Билеты на фестиваль «Робостарс» выиграли наши подписчицы Людмила Косачева и Юлия Лапанова. Конкурс проходил в соцсетях, Инстаграм и Вконтакте. Видели рекламу, планировали, конечно, собирались пойти, но так как все время не хватало, что не приобрели билеты, поэтому обязательно пойдем сходим. У меня двое ребятишек, сын и дочка. Сыну 13 лет, дочке 10 лет. Вместе пойдем с ней. Победители ждут харизматичные персонажи из мира роботов, захватывающая виртуальная реальность, голограммы будущего и отличное настроение в канун Нового года. В новогоднюю ночь обещают, что она не подведет, но а вот какой она будет завтра, мы узнаем прямо сейчас. Спешите сделать приятный сюрприз своим близким вместе с салоном Азия-СПА. Погрузите родных в минуты блаженства, релакса и оздоровления. Подарочный сертификат в Азию-СПА – это отличный источник сил перед большими новогодними праздниками. В салоне Азия-СПА вас ждут релаксирующие антистрессовые программы, уход за телом и лицом, различные виды обертываний и многое другое. За такие ощущения ваше тело скажет вам спасибо, а мир волшебных ароматов создаст настоящее новогоднее настроение. Еще немного продлятся морозы на Алтае без осадков. В Валейске и Змейногорске минус 24, в Заринске камни на Обе и Рубцовске около 20 ниже 0. В Барнауле без осадков ночью ожидается, увы, до 30, 22 градуса мороза днем. Все новости к этому часу напоминают телефон редакции в Барнауле 722 440. С наступающим вас Новым годом!